Привет, ребята, меня зовут Антон, и мы продолжаем играть в игру под названием The Forest. Итак, в принципе, я ознакомился с перечнем модификаций, которые были на данный момент выпущены к игре, и могу с уверенностью сказать, что некоторая часть из них по-настоящему читерская. Конечно же, мне предлагали, допустим, поставить одну из таких модификаций, и, если я не ошибаюсь, модификация следующая делает. Мы ее устанавливаем, потом нажмем кнопочки от F1 до F какой-то там, вот, поосторожней, сакуми, надо быть. Не забываем, не забываем про них. Вот, и, значит, далее, далее, просто получается следующая ситуация. Мы нажимаем кнопочку, и получаем определенный бесконечный ресурс, в зависимости от того, конечно же, какой ресурс нам нужен. Но обычно это бревна, как правило, вот. И, да, вот такая модификация есть, и в любой момент ее можно установить и пользоваться ей. Но, по-моему, так неинтересно. То есть, уже на самый крайний случай такую модификацию надо ставить, а просто так лучше к ней не прибегать, потому как читерство, оно никогда не поощрялось. Вообще никогда. Одно дело, если ты разработчик игры, и тебе для комфортного тестирования нужно, допустим, там, проверять, какой ХП у противника, или, там, какой, ну, не знаю, не какой даже, а какая локация перед вами находится, там, какой у нее размер. Вы включаете себе режим полет, и летите, проверяете, какая у вас локация получилась. Вот, или просто облетаете ее, чтобы не бегать по 100 раз, там, по лабиринтам каким-нибудь, да, или себе ставите бесконечное ХП для того, чтобы вы могли проверять, опять же, ХП своего противника. То есть, читерство, оно полезно только тогда, когда идет в пользу, как в случае, который я вам сейчас назвал. А вообще, в общем и целом, да, читерство, это плохо. Это очень плохо. И к нему надо подключаться только уже в совсем уже плохой ситуации, когда уже действительно вот ничего не осталось, да, и вот какую-нибудь билиберду надо делать. Тара-дам, читерство уже нормально. Ну, я скажу вам так, я против читерства, да, но если вы, вы попросите, я могу поставить такую модификацию, и можно просто строить, просто фиг знает что, неограничено. То есть, мы не будем с вами полчаса бегать, собирать деревья, но получится, что мы играем с вами не в The Forest, а в лего какой-то гребаный. Вот. Ну, ладно, ладно, все, молчу. Лего не гребаный. Лего не гребаный. Лего, на самом деле, очень хорошая штука. Очень жалко, что нет игры по типу, как Майнкрафт, только не Майнкрафт, а как Лего. Вот, было бы действительно круто, я бы с удовольствием поиграл, но, к сожалению, такого удовольствия нам разработчики еще пока что не предоставили. Я не про разработчиков The Forest, а вообще про разработчиков любых игр в целом. И если вы попросите, да, да, я модификацию, конечно, такую поставлю, и будем с вами строить все, что угодно, хоть весь пляж обне... Че-то они там купаются, что ли? Ладно, нафиг. Ну, так вот, хоть весь пляж обнесем вокруг Чистаковым минут за 10, за 15. Хоть так, в принципе. И нам не понадобится срубать ни одного дерева. То есть, чисто можно ради того, чтобы строить локации. Вот. Здорово. Да чтоб тебя! Дебил! Я стреляю, главное, по нему. Ну, зашибись. Обратили внимание, да, сколько ХП мне снесло? Что за... Блин, от дерева подпалил сам себя. Ё-моё, этим пистолетом лучше не пользоваться в данной модификации, потому что он... Пистолет, в смысле. Нам наносит больше вреда, чем каннибала. Может быть, просто с теми топориком надо сожжаться? Давайте мы сожрём всё, что только можно, потому что нам надо ХП срочно восстанавливать. А, у нас же есть восстанавливалка. Отлично. Слушайте, а может тут ещё поискать вокруг? Только тут у нас поезде чемоданчики должны валяться. Где-то рядом. Давайте мы их поищем. Ну, а вдруг? А вдруг найдём? Будет круто. Ну, судя по всему... Судя по всему, чемоданы у нас все на пляже остались. Всё остальное было успешно потрачено. Каннибалу растащили по домам. Ну, ладно. Печально, конечно. Но факт остается фактом. Но пока что, пока мы с вами ещё честные люди и не пользуемся читами, мы будем строить нормальный форт вокруг самолёта. Так, отлично. И сейчас вот так аккуратненько его надо сделать. Ну, аккуратненько уже не получилось. Ну, ладно. Вот теперь самая сложная. Самая сложная ситуация сейчас. А надо ли вот так вот достраивать, вот так вот ставить? Нет, я думаю, не надо. Ну, пускай торчит хвост самолёта. Нам всё равно от него ни горячо, ни холодно. Так. Так, нет. Нет. Нет, нет, нет. А, подождите. Подождите-ка. Да вы шутите. А давайте пором-то пором с ними разобраться. Так, тебя. Ещё не всё, что ли? Отлично. А, товарищ? Где-то, вот, вот ты. Шикарно. То есть теперь всё с каннибалом и можно нормально сражаться с помощью топора. А, тогда знаете, что я думаю? Тогда, я думаю, есть смысл сейчас сбегать за модернизированным топором или нет. Или скрафтить просто себе каменный, который, я думаю, поуспешнее будет немножко. Давайте попробуем. Ой, ёлки. Им блок не поставишь. Отлично. Всё, готов. Не, с ними можно разобраться. Вполне удачно, кстати, и успешно. И знаете что? Давайте мы на всякий случай поставим тотем большой. Говорят, что тотем нужно строить подальше от лагеря, и что он работает только тогда, когда горит. Вот, тара, пускай в 10 день будет установлен. Прекрасно. Сейчас мы подоберём тара от каннибалов. Всего добра. Першки. Пускай будут. Пускай будут перышки. Так, а вот теперь вот. А вот теперь попробуй ещё, найди тут всё от этих товарищей. Нормально. Чё-то мы подобрали, да? Ну-ка. А руки опять бесконечные, да, получается? То есть, нам в основном не хватает ног и голов. Окей. Окей. Давайте мы будем подбирать туда. Благо, части у нас есть. Запах прерии. Ой, я же забыл. У нас волшебные ноги. Ну-ка. Ну-ка. Бывает же такое, слушайте. Окей. Ладно. Пока что ничего. Кстати, да. По поводу того, что я болею. Я уже почти выздоровел. Всё благодаря вам. Ваши положительные комментарии, лайки меня лечат. В буквальном смысле. И да, помогает мне. Помогает. И музыку я не включаю. Я пока решил, что вам нужно отдохнуть от неё немножко. Так, прекрасно. Теперь нам нужны одни головы, да? То есть, у нас ещё тут где-то валялись пару голов. Ориентировочно, ориентировочно. Чтоб это там не каннибал. Да, слушайте. Так, голова. Прекрасно. О-о-о. Здорово, каннибал. Как дела? Как делишки? Ну, я думаю, потихонечку мы его построим, этот тотем. Но придётся потратить какое-то определённое количество времени. Интересно, а можно вот в этой модификации... Слушайте, я как-то призадумался. И мне даже стало интересно. Так, вам ещё одна голова. Нет, две головы. Так, ну-ка. И мне даже стало интересно вообще. А может и правда поставить такую модификацию как-нибудь? Не в ближайшее время, но всё же. Чисто по приколу. Понастроить всякой фигне. Ну, это только ради вас, если только вы будете одобрять такой ход. Потому что читерство, ну и в Африке читерство. Так, ладно. Голова недалеко улетела. Это меня радует определённо. А больше голов, по-моему, нету, да, нигде? Что как-то печально. Ну. Ау, подождите, ещё одна голова. Давайте мы её подберём. Откуда она тут взялась, кстати? А, понятно. Мы с вами одну тратим, другая катится. Я, конечно, извиняюсь, если вот так вот приходится бегать туда-сюда. Но, по-моему, тотем важнее определённо. Тотем, он нам пригодится. Тотем, он нам будет помогать. Отгонять всякую заразу. От нашего лагеря. И голова исчезла. То есть, мы её как бы взяли, но она исчезла, да? Ага. Ага. Вот он что. Ну. Так, стоп. Акустик. Акустик шевелится к нам, подходим. Я только сейчас заметил. Хм. Мелочи приятны, на самом деле. Так. Ну чё, всё? Всё. Каннибалов. Мы с вами перетюкали. Всех каких только можно. А вон ещё, товарищи. Здорово. Идите ко мне. Идите сюда, поближе к тотему, чтобы я за вами не бегал потом по полчаса. Заметили, да? Что я, Главаря, тюкнул. И они сначала отходить начали, крафт-ротюкнул, другая смылась просто. Вот-вот. Интересный вариант, да? Так, голова. Иди сюда. Ага. Прекрасно. А, слушайте, это чужив. Прости, чувак. Такова реальность. А вот теперь он всё готов. Мстить идёт, да? Слушайте, мне их даже жалко становится. Всё. Ну, тут можно с топором орудовать более-менее. На ты. Не то, что в оригинале. Топор ничего не значит. Нет, здесь он определённо значит. И очень даже много. Так. Нам нужна голова. Ну-ка. А ну-ка, давай-ка. Ещё одна голова. Я же не прошу так много. Игра. Ещё всего одна голова. Пожалуйста. Ага, вон она. Игра. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе тоже. Вот. Всё супер. Так, теперь шесть камней. Нужно и семь палочек. Окей. Окей. Для этого мы снова возьмём таратопор. Давно мы, кстати, уже на каннибалов так не охотились. С топором. Прям ностальгии даже. Ну-ка. Да ни хрена себе. Ух, сколько тут камней. Камней полно. Заметьте, то что в левом углу нам пишут, сколько всего нам осталось. То есть, индикатор работает правильно. Так. Всё. Нет, ещё палочка одна осталась. Отлично. И вот теперь. Та-дам. Ну-ка. Замечательно. Всё. Теперь гореть он будет долго достаточно. И каннибал будут думать, что теперь с чем подходить к нашим самолетам. По крайней мере, с той стороны. С других не знаю. Может, конечно, ещё дождик сейчас потушит его быстро. Но всё равно факт остается фактом. И, конечно, нам по-хорошему бы модернизированный топор взять. Потому что он блок тоже ставит хорошо. Вот. Во всём остальном прекрасно справляется. Но всё же. Всё же. Давайте мы, наверное, здесь вот деревицы порубим. Потому что надо. Потому что нужно. И будем уже постепенно застраивать тогда наш лагерь, крепость. Называйте как угодно. Всё равно по-любому будет у нас штука такая полезная достаточно. Ну, ёлки-палки. Ну, зачем ты дерево в ту сторону полетела? А ладно, и хрен с тобой. Пока ничего не упало, мы будем строить тогда. Точнее, не то, что не упало. Не укатилось. Немножко заговорился и неправильно сказал. Так. И всего лишь 4 бревна получили. По-моему, маловато. Действительно, правда, маловато. Надо побольше. В идеале. И без музыки, конечно, минус очень большой. В том, что энергии восстанавливают тяжелее. Музыка, она же ведь ещё энергии восстанавливает. Отлично. Получается то, что нужно. Ну-ка. Что ж, друзья. Давайте мы тогда на этом серии завершим. Надеюсь, оно вам понравилось так же, как и мне. Ставьте палец вверх. Добавляйтесь, подписчики. Всем спасибо за внимание. И пока.